Кошелек или жизнь. 70-летняя жительница индустриального района стала жертвой уличного грабежа. Перед этим пенсионерка сняла в банкомате 28 тысяч рублей, на которые и позарился разбойник. Угрожая ножом пожилой женщине, он потребовал отдать ему деньги. Как развивались события, расскажем далее. Как в детективе. Камеры наружного наблюдения зафиксировали преступление от начала и до конца. Инцидент произошел на улице Карпинского средь бела дня. На этих кадрах видно, как женщина снимает в банкомате деньги, а злоумышленник маячит у нее за спиной. Потом пенсионерка направляется в сторону дома. Налетчик идет следом и, якобы достав нож, набрасывается на жертву. Но скрыться с добычей ему не удалось. Испуганные крики женщины привлекли внимание прохожих. Завязалась драка. У меня навстречу побежала пожилая женщина и сказала, что у нее произошло нападение с ножом. И отобрали деньги, говорит. Я подбежал к этим мужчинам и увидел, что рядом с ним, который находится сверху, лежит нож. Забрали вот у него этот нож. Как несчастное доказательство, занесли в пекарню и произвели захват этого мужчины. Среди неравнодушных пермяков оказался действующий сотрудник МЧС Сергей Носов. А еще хозяин ближайшей пекарни и просто случайный прохожий. Все вместе они обезвредили преступника и вызвали полицейский наряд. Задержанный вернул пенсионерке все деньги. На допросах он утверждал, что не собирался причинять ей вреда. А на разбой решился якобы из-за крайней нужды. В семье закончились деньги. Теперь сожалеет, что напугал бабушку и испортил себе судьбу. Двое детей несовершеннолетних. Я один кормилец вот так вот шабашками перебиваюсь. Просто безденечный. Содеянным как? Раскаиваетесь? Конечно, я явку с повинной написал. Как выяснилось, этому мужчине не впервой нарушать закон. Несколько лет назад он уже был осужден за кражу. Пока шло следствие, злоумышленник находился под стражей. На этот раз ему предъявили обвинение по более тяжелой статье – разбой. Приговор – пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Юлия Алеева, Елена Еговцева, Телевизионная служба новостей.